Зачем вообще менять систему отопления, если все сделано застройщиком? Какие материалы нам понадобятся? Что входит в перечень работ? Теперь про стоимость. Всем привет! Сегодня расскажу, сколько стоит замена системы отопления в 2021 году на примере двухкомнатной квартиры в жилом комплексе RedSide. Вы спросите, зачем вообще менять систему отопления, если все сделано застройщиком? Ответов на этот вопрос три. Первый. Застройщик использует самый дешевый материал для монтажа системы отопления, даже в комплексах бизнес-класса. Второй. Застройщик использует тройниковый способ монтажа системы отопления, а это значит, что большое количество соединений остается в стяжке, и в случае протечки вы узнаете об этом тогда, когда уже будет совсем поздно. Третий. Трубы отопления – это зона ответственности собственника. В случае протечки юридическая ответственность лежит полностью на вас. Поэтому для монтажа системы отопления мы применяем исключительно проверенные и надежные материалы, а также используем лучевой способ монтажа. Какие материалы нам понадобятся? Встроенный коллекторный шкаф, комплект коллекторов из нержавеющей стали 100 вот на 3 выхода, труба из шитого полиэтилена Rehau штабиль 16 диаметра, монтажная гильза Rehau в количестве 6 штук, утеплитель для труб энергофлекс красного и синего цвета, угловой мультифлекс 3 штуки, Г-образная трубка Rehau 6 штук, резьбозажимные соединения Rehau 12 штук. Теперь что входит в перечень работ? Монтаж коллекторного шкафа, прокладка труб отопления, установка коллекторов отопления, монтаж мультифлексов, монтаж радиаторов отопления. Коллекторный шкаф уже смонтирован, он у нас встроенный, эта стена у нас сделана из кирпича, если это был бы монолит, то шкаф был бы накладной и выступал бы из-за плоскости стены на 10 сантиметров. У этого шкафа имеется вот такая крышка, ее по желанию можно смонтировать. Внутри коллекторного шкафа мы видим два коллектора отопления, подача и обратка, две запорные ароматуры в виде шаровых кранов, также есть термометры, на которых можно видеть температуру теплоносителя и два автоматических воздухоотводчика. То есть при появлении воздуха в системе он стравливается и делается так, чтобы была максимальная отдача от теплоносителя. Трубы отопления мы прокладываем по полу, замотав их в утеплитель синего и красного цвета. Дополнительно мы кладем сетку, она идет в картах 0,5 на 2 метра, и к этой сетке мы пристегиваем пластиковыми хомутами трубу, для того, чтобы не нарушать гидроизоляционное покрытие на полу. Вся труба идет целиковая, от коллектора до самого потребителя. Вот вы можете видеть, идет непрерывная труба, без каких-либо дополнительных соединений, подача и обратка, до самого прибора отопления. Здесь у нас угловая трубка, боковой мультифлекс и сам прибор отопления, в данном случае это стальной трубчатый радиатор. Вот этот угловой мультифлекс позволяет сделать выводы отопления из стены, а не из пола. Когда мы делаем из пола, то приходится подрезать чистовое покрытие, это некрасиво. Вот это самый оптимальный и эстетичный вариант. Теперь про стоимость. Замена системы отопления в двухкомнатной квартире с учетом трех приборов отопления по материалам обойдется заказчикам в 43 тысячи рублей, работы обойдутся в 42 тысячи рублей. Также рассмотрим, к примеру, однокомнатную квартиру с двумя приборами отопления. Здесь уже материал обойдется в 29,5 тысяч рублей, работы обойдутся заказчику в 30 тысяч рублей. Мы настоятельно рекомендуем всем нашим заказчикам менять систему отопления в своих квартирах в процессе отделочных работ, чтобы сделать свою квартиру более безопасной. Все ваши вопросы оставляйте пожалуйста в комментариях или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok